Губернатор Сергей Морозов Мы неплохо с вами отработали завершающую часть учебного года. Спасибо нашим ученикам, которые достойно представляют наш регион на образовательной карте Российской Федерации. В этом году стало больше выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Если в прошлом году насчитывалось 28 человек, то в этом уже 35. И это с учетом того, что по четырем предметам результаты пока еще не обработаны. Это значит, что 100 балльников может быть больше. Пока же выпускники могут расслабиться и подготовиться к главному празднику своей школьной жизни. На центральной площади города для них пройдет традиционная взлетная полоса. Выпускной балл состоится 27 июня. Всего по стране два таких праздника для выпускников. Это Санкт-Петербург, Калыква, Паруса и наш праздник взлетная полоса. В этом году мы ожидаем количество участников около 7 тысяч. Это и выпускники, и родители, и учителя. В некоторых районах области выпускные начнутся уже сегодня. Александр Смекалин поручил проверить готовность всех школ, чтобы праздник ничем не был оморочен. Эта неделя будет также посвящена национальному проекту «Экология». Одна из главных тем программы заключается в ликвидации экологического ущерба природе, накопленного с 60-х годов. Это загрязнение нефтепродуктами в Винской роще на нижней террасе. Но одним этим проект не ограничивается. Для нас крайне важно продвинуть реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами, запустить процесс глубокой переработки отходов и в формате выделения всех вторичных ресурсов оказать содействие в организации малых предприятий, микробизнесов, которые будут перерабатывать эти отходы и из них производить товары народного употребления на территории региона. У руководителей районов есть много вопросов по поводу реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Они касаются как количества контейнеров, расчета объемов норматива, так и других проблем. Именно по этим направлениям будут работать во время недели национального проекта. Область участвует еще в двух федеральных экологических программах – «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». На очистку главной реки региона направят более 5 миллиардов рублей. Проектом «Оздоровление Волги» предусматривается снижение к концу реализации до 31 декабря 2024 года в три раза объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод. В Ульяновске, Новоульяновске и Димитровграде будут построены новые очистные сооружения. Одновременно с этим в программе «Чистая вода» направят 410 миллионов рублей на улучшение качества питьевой воды жителей области. Оно требуется прежде всего в Чердоклинском и Меликесском районах. Со следующего года получаем не только ресурс программы «Чистая вода», но получаем еще очень серьезный ресурс программы развития сельских территорий. И там опять-таки требования. И на следующий год мы планируем порядка 400 миллионов рублей получить, в том числе и на ремонт как раз и водопроводных сетей, и на ремонт скважин, на ремонт башен Рожновского и отдельно по согласованию с губернатором в следующий год. Со следующего года, начиная, мы будем выделять как минимум по 200 миллионов рублей из регионального бюджета именно на решение вопроса водоснабжения. Глава правительства поручил руководителям районов уже сейчас готовить проектно-сметную документацию на проведение ремонтных работ. Чем раньше это будет сделано, тем больше вероятность, что проблемы решатся. В завершении аппаратного совещания премьер отметил, что близится к окончанию первого полугодия, и нужно подводить его итоги. В ближайшее время это будет сделано. Егор Титов, Александр Кудряшов, новости Управда ТВ.